Здравствуйте дорогие друзья, я доктор Ирина Березовская и мы продолжаем тему эндометриоза. Это второе видео, первое смотрите в списке видео на ютюбе. Итак, сегодня мы поговорим о симптомах эндометриоза, о жалобах, наиболее частых жалобах и это необходимо знать, потому что именно с неправильной интерпретацией жалоб часто ставится ошибочно диагноз эндометриоза. Что практически происходит с женщиной, которая испытывает, например, болезненность или боль перед менструацией и во время менструации. Это чаще всего молодые женщины без опыта, без знаний о своем строении, строении своего организма и функции своего организма, особенно репродуктивных органов. И они приходят к врачу, жалуют, что каждый месяц у них внизу живота бывают ощущения боли, тяжести. Другие жалуются на то, что у них бывают болезненные менструации и естественно у таких женщин или девушек огромный потенциал получить всем известный диагноз эндометриоза. Но я хочу обратить ваше внимание на два состояния, которые часто сопровождаются болезненностью внизу живота. Первый это предменструальный синдром, который не считается заболеванием, но предменструальный синдром наблюдается практически у 80% женщин, особенно молодых женщин. И может характеризоваться различными признаками, то есть таких признаков более 100, как со стороны органов малого таза, со стороны молочных желез, со стороны нервной системы. То есть повторю еще раз, таких симптомов очень много. И менструальный синдром, он исключен из классификации болезни, то есть не считается заболеванием, потому что это довольно частое явление. И есть определенные категории женщин, у которых имеется болезненность живота, болезненность внизу живота, области малого таза, как раз перед менструацией, что объясняется отечностью тканей перед менструацией и, скажем, невыраженной воспалительной реакцией, потому что в тканях матки и во всей репродуктивной системе накапливается много лейкоцитов. Но еще раз повторю, это не патологическая воспалительная реакция. И поэтому выделяется ряд веществ, которые могут раздражать нервные окончания и, значит, совокупность других признаков. Вот поэтому у таких, у многих женщин перед менструацией отмечается болезненность внизу живота. Другая категория женщин, которые жалуются на боль, связанную с менструальными циклами, это женщины, страдающие альгодисминарией или дисминарией, то есть женщины, страдающие болезненной менструацией. Вот как раз этой категории женщин действительно может быть определенный процент тех, которые страдают эндометриозом. Дисминария очень распространена, особенно среди молодых женщин, особенно среди нерожавших женщин. И обычно первые годы месячных могут сопровождаться боли внизу живота. Что в таких случаях делать? Проблема в том, что почему-то многие врачи разучились лечить альгодисминарию. И обычно сразу же ставят диагноз эндометриоза, садят молоденькую девушку или женщину на гормональную контрацепцию или еще хуже на другие серьезные препараты, выключающие менструальную функцию. Часто назначают препараты, которые не оказывают никакого эффективного влияния, то есть не обезболивают и не помогают женщине переносить менструацию. Дело в том, что как раз по эффективности лечения можно заподозрить о том, есть ли у женщины эндометриоз или нет. Потому что естественно, что при наличии эндометриоза обезболивающая терапия будет неэффективной. Но как раз подбор препарата, он очень важен и чаще всего помогают противовоспалительные, нестероидные противовоспалительные препараты. Самый популярным является ибупрофен. Его уже используют около 50 лет именно для дисменорей. И оказывается, что этот препарат действительно эффективен. Для большинства пациентов аспирин в меньшей степени эффективен. Есть другие нестероидные противовоспалительные препараты. Поэтому должен быть вот такой подбор лекарственных препаратов. Их назначают обычно за день-два до начала менструации. Первые два дня менструации. И вот что характерно для дисменорей, что буквально в течение двух дней эта боль утихает. То есть дисменорей не бывает 3-4-5 дней. И плюс дисменорей очень редко проявляется, то есть она не проявляется болью до менструации. Потому что вот именно как раз болезненные менструации и вот на эти факты необходимо обращать внимание. И вот третье состояние эндометриоза, который тоже дает болезнь на менструации. Чем оно характеризуется, это состояние? Тем, что боль при эндометриозе может возникать еще за 1-2 недели до начала менструации. И интенсивность этих болей начинает нарастать. И фактически на период менструации эта боль внизу живота становится очень интенсивной. И не утихает, фактически интенсивность достигается на второй день. Обычно на второй день менструации. В отличие, скажем, от альгодисменорей не эндометриоидного происхождения. То есть если при обычной дисменореи боль с начала месячных утихает, при эндометриозе она наоборот набирает обороты. И фактически второй-третий день менструации становится намного болезней, чем первый день. На это необходимо обращать внимание. Еще один важный фактор при эндометриозе это болезненное мочеиспускание. Многие женщины могут жаловаться на боль при мочеиспускании. Может быть выделение крови скалом. Потому что если, скажем, есть инфильтрат эндометриоидный в прямой кишке, то могут быть жалобы на кровянистые выделения. Особенно в период менструации. Но проблема в том, что как раз различить, что это не геморрой, или что появление крови в каловых массах не является следом выделяющихся влагалищных выделений во время менструации. То есть дифференциацию провести не так просто и требует от женщины определенного наблюдения за своим состоянием. Но, естественно, если есть выраженные болезненные менструации, то, конечно же, такая женщина должна пройти обследование, причем обследование не только репродуктивной системы, но и кишечника, прилегающих органов, чтобы исключить другие возможные заболевания, которые могут сопровождаться боли внизу живота. Две трети женщин, страдающих эндометриозом, могут жаловаться на боль внизу живота не циклического характера, то есть вне зависимости от менструации. И эти боли чаще всего связаны с поражением маточных труб, яичников, с наличием эндометриом, с наличием именно воспалительного процесса в очагах эндометриоза, который приводит к появлению спаек. Очень часто врачи пугают женщин тем, что на УЗИ у них находят спайки. На самом деле спайки увидеть на УЗИ невозможно, но разве что эта спайка чуть ли не в толщину палец. Поэтому ошибочно чаще всего ставят диагноз так называемой спайчной болезни, и у тех женщин, у которых вообще нет никаких жалоб, поэтому необходимо подходить к вопросу вот этих нахождений спаек во время УЗИ трезво мыслящей, то есть анализировать то, что врач описывает и говорит, и особенно запугивает. Так вот, при эндометриозе, при наличии болевого синдрома часто бывают спайки в области малого таза, которые связаны с тем, что именно вот этот выпад крови во время циклических изменений эндометрия в этих очагах эндометриоидных вызывает воспалительную реакцию брюшины и приводит к тому, что как раз образуются вот эти спайки в этих воспалительных очагах. И если, скажем, эти спайки втянуты другие органы, например, мочеточники, мочевой пузырь, если прорастание, особенно глубоких инфильтраций эндометриоза наблюдается в соседние органы, например, мочевой пузырь или мочеточники, то выделение крови может быть не только во время месячных, но и вообще вне цикла, и это может также сопровождаться болевым синдромом, то есть мочеиспускания могут быть болевые, как я уже сказала. Поэтому фактически любая боль внизу живота, она настораживает и должна обращать на себя внимание. Конечно же, необходимо исключать заболевания кишечника, особенно с учетом питания женщины. Необходимо исключать заболевания мочеводелительной системы, но рассматривать происходящее, то есть состояние женщины, должно быть необходимо комплексно, то есть учетом всех жалоб и всех находок во время обследования. И вот только тогда можно говорить, что у женщины действительно есть эндометриоз, который приводит к этому болевому синдрому. Болезненным может быть не только менструация, не только мочеиспускание, но может быть болезненная идентификация. Опять же, необходимо дифференцировать рядом заболевания прямой кишки. Также болезненным может быть половой акт, и особенно если эндометриозные узлы находятся в дугласовом пространстве, особо в образовании, в карманчике, к заде матки. И на это тоже необходимо обращать внимание и обследовать женщину, если, скажем, даже при отсутствии жалоб во время менструации или вне менструации, женщина жалуется на то, что у нее возникает сильная боль во время полового акта, особенно глубокое упрекновение полового члена во влагалище. Это тоже очень важно учитывать. Сколько женщин не жалуются на болевой синдром при эндометриозе, этот вопрос спорный, и в разных источниках литературы вы найдете разные данные. По одних данных, 80% женщин с болезненным менструацией имеют эндометриоз, а в то же время 50% женщин может не иметь вообще никаких жалоб в отношении эндометриоза, тем не менее его находят. И вот как раз вторая группа женщин, которые часто ставят диагноз эндометриоза, это женщины, жалующие на бесплодие. Причем у этих женщин могут полностью отсутствовать любые жалобы на боль любого характера. То есть мы говорим о том, что течение заболеваний бессимптомные, но по какой-то причине женщины не могут забеременеть. Хотя необходимо докомнить, что многие врачи не называют эндометриоз причиной дисплодия, потому что есть множество случаев, когда при эндометриозе, даже в выраженных формах эндометриоза, женщины беременеют без проблем. Суть в том, что чаще всего врачи предпочитают использовать такой термин, как субинфертильность или подавленная, скажем, возможность иметь зачать ребенка, субфертильность или субинфертильность и так и так. То есть не говорят о истинном бесплодии. И считается, что приблизительно от 20 до 40% случаев этого как раз подавленной фертильности могут быть причастны, может быть причастен эндометриоз. И почему именно говорят о том, что эндометриоз не связывает непосредственно с бесплодием, то есть осторожно говорят на эту тему врачи, потому что оказывается, что лечение эндометриоза не улучшает уровень зачатий, то есть не улучшает ситуации с зачатием детей и не улучшает ситуацию с бесплодием. Поэтому тактика врачей сейчас значительно поменялась по отношению к женщинам, страдающим эндометриозом. И за границей, за западе, тактика врачей настолько агрессивная, как на постсоветском пространстве. О чем мы поговорим в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok